Здравствуйте, товарищи! Ошибается тот, кто считает летние месяцы периодом политического затишья. Не сомневаюсь, все ближайшие дни внимания советских людей, зарубежной общественности будет приковано к Москве. Речь идет о событии, которые во многом определят судьбу КПСС, судьбу страны, наше с вами будущее. Вы, конечно, понимаете, что я говорю о предстоящем партийном съезде. Передо мной извещение Центрального комитета КПСС. Открытие 28-го съезда КПСС состоится завтра в 10 часов утра в Кремлевском дворце съездов. Как правило, делегаты идут на регистрацию Большой Кремлевский дворец через Паски ворота. Проходят мимо памятника Владимиру Ильичу Ленину, и обычно к его подножью кто-то обязательно положит букет цветов. Сегодня цветов у памятника основателю партии нет. Не знаю почему, но думаю, что сегодня не до цветов делегатам. Положение в партии, да и в самой партии крайне тяжелое. Многое в нашей жизни будет зависеть не только от того, какие документы примет съезд, в какую сторону пойдет обновление партии и пойдет ли, но и от того, кто возглавит КПСС, каких взглядов и на каких позициях будет стоять лидер. Этот вопрос мы задали сегодня делегатам. Я сегодня вижу другой кандидатуры, кроме Михаила Сергеевича Горбачева. Поэтому моя личная позиция, значит, отстаивать его кандидатуру на пост к генеральному секретарю. Почему Михаил Сергеевич нужен? Надо консолидироваться. Нам надо не бороться сейчас за места там где-то у власти, а надо думать о работе, надо поэтому объединяться. Тем более в такое трудное время. А потом разделим, если что-то, кому что хочется. Несмотря на то, что Михаил Сергеевич сегодня является наиболее авторитетным человеком в стране, партии, я считаю, что совмещение по столу не должно быть президента и генерального секретаря. Видимо, должен быть председатель нашей партии. Ну и тем не менее, рискну назвать даже фамилию. На мой взгляд, товарищ Яковлев. С моей точки зрения, это не самый важный вопрос сегодня. Ну это, наверное, действительно самый сложный вопрос на сегодня. И вообще, проблема лидерства и вот в российской партии, сейчас вот на уровне Союза, она стоит острой. Поэтому вот, ну нет, невидимый лидер, явно который бы мог бы, например, заменить Михаил Сергеевич Горбачева на этом посту. Назывались вчера на совете представителей кандидатуры товарища Лобова, одна делегация называла, ну и товарища Бакатина называется. Ну я вижу лидером партии, прежде всего, человека более энергичного, чем сейчас Михаил Сергеевич, потому что, очевидно, у Михаила Сергеевича сегодня очень много забот с президентством. Беляев, первый секретарь Первомайского райкома партии Ярославской области. Я для себя сегодня еще этот вопрос не решил. Но я думаю, что лидеры должны появиться на горизонте, и мы должны их увидеть. Думаю, что сегодня новые лидеры нужны. Ну, я считаю, что председателя партии или генерального секретаря надо избирать все партийно, а не съездом. Нам не надо на съезде 28-м спешить, как мы спешили на российском учительном съезде. Именно прямое голосование позволит, наверное, выделить и выявить того лидера, который сейчас должен быть на посту первого секретаря. Итак, завтра в 10 часов утра откроется 28-й съезд КПСС, который и ответит на поставленный вопрос. Делегаты соберутся вот в этом здании, построенном в 1961 году. И в том же году в нем проходил 22-й съезд КПСС, который провозгласил, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Что провозгласит 28-й съезд КПСС? Итак, до съезда остаются буквально считанные часы. Завтра в 9 часов 55 минут утра центральное телевидение начнет прямую трансляцию открытия партийного форума. Жители самых разных уголков нашей страны услышат слова доклада генерального секретаря ЦК КПСС. Судя по накалу публикаций в прессе, на съезде будут обсуждаться и решаться самые насущные проблемы нашего общества. Нет смысла называть все эти проблемы, их слишком много. О них всюду сегодня пишут, говорят и бурно спорят. И чуть позже, позже вы увидите это в наших рассказах, в рассказах наших корреспондентов. Хочется думать, что делегаты не обманут доверие людей, их избравших. 30 июня под председательством Михаила Сергеевича Горбачева состоялось заседание Совета представителей и делегаций республиканских, краевых и областных партийных организаций, прибывших на 28-й съезд КПСС. Выработано предложение по повестке дня, порядку работы и регламенту съезда, рассмотрены некоторые другие вопросы. В заседании участвовали члены и кандидаты в члены политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. Да, политическая атмосфера в стране под стать горячим дням уходящей недели. В жарких дискуссиях и диспутах на митингах выясняется позиция, политическое лицо многих организаций и групп, отдельных лидеров. Страсти общественности бушевали и сегодня, в самый канун открытия 28-го съезда КПСС. Посмотрим репортажи из Москвы и Ленинграда. Как нам сообщили в Моссовете, сегодняшний митинг, организованный Объединенным фронтом трудящихся, единственный в городе. Его тема – поддержка 28-го съезда КПСС. Кажется, москвичи уже и подустали от митингов и демонстраций, убедились в бездейственности многих решений и резолюций, принятых на них. И поэтому сегодня на митинг в Лужниках пришло всего несколько сот человек. Это или активные сторонники фронта, или же просто гуляющие в этот летний вечер москвичи. Выступавшие с трибуны порой были противоположны в своих взглядах. И, пожалуй, единственное, что их объединяло, так это критика всего достигнутого в эти годы. Критиковали всё – руководство партии и правительство, депутатов и экономистов, конверсию и свободу печати. И, к сожалению, за час с небольшим, что мы снимали здесь, нам так и не удалось услышать ни одного конструктивного предложения, с которым ОФТ идёт к съезду. Организованный союзом избирателей города, Ленинградским народным фронтом, другими общественными формированиями, он собрал, как видите, немало горожан. Тема митинга позаимствована из известного публицистического фильма «Так жить нельзя». И действительно, большинство выступавших говорило о главных болевых точках нашего бытия. Митинг был обращён к открывающимся в понедельник съезду КПСС. И потому прозвучало немало критических слов в адрес партии, прежде всего партийного аппарата. От призыва к покаянию до самороспуска КПСС. Были и призывы создать новую партию, собирались подписи под обращением к 28-му съезду, распространялись издания различных общественных формирований. К сожалению, не увидели мы и среди выступавших ни одного из партийных работников. Во всяком случае, в те первые 40 минут, которые мы были на митинге. 1 июля ежегодно отмечается Всемирный день архитектуры. В этот день в каждой стране не столько показывают лучшие постройки последнего времени, сколько говорят о нуждах городов и сёл и о самых интересных проектах. Мне кажется, совсем не случайно этот Всемирный праздник профессиональных зодчих у нас отмечается выставкой детских работ. Тем, что представили школьники на свой первый всесоюзный фестиваль тех, кто занимается архитектурно-художественным творчеством. Дети только собираются проектировать настоящие дома. И в их сегодняшней фантазии, наверное, можно угадать черты будущих наших городов. Но так как сегодня архитекторы и строители должны решить одну из самых трудных и первоочередных наших задач, обеспечить народ достойным его жильём, и претензии к их работе обоснованы, то этим, похоже, немножко отвлекается наше внимание. Мы сегодня в состоянии сами, в наших организациях, через нашу проектную систему, через наши творческие организации, ательеи и так далее, работающих на архитектуру, всё, что мы зарабатываем, дать возможность нам направлять, не облагая это налогами, или льготно. Сегодня дать возможность нам направлять эти фонды на дальнейшее развитие наших программ, уставных программ, связанных с деятельностью, интересами и ответственностью Союза архитекторов СССР в обществе. Предоставить возможность особой льготной налоговой политики по отношению к тем, кто готов, предприятия, концерны, организации, кто готов направить такие фонды на развитие культурных инициатив. Выступить меценатами. Выступить меценатами по отношению к культуре. В Швеции такой дом может купить, например, медсестра и её муж рабочий. И не потому, что у них большие сбережения или высокая зарплата. Просто дом продаётся в кредит на 40-50 лет. Мы раньше называли это кабалой. А сейчас понимаем, что таким кредитом решаются социальные, моральные и даже трудовые проблемы. Дом – собственность. Он остаётся детям. Чтобы выплатить кредит, надо стабильно работать и желательно на одном месте. Банк, давший кредит, в этом заинтересован. И, наконец, дом не маленький. Места хватит нескольким семейным поколениям. Значит, отпадает необходимость в улучшении жилищных условий. Вот нам бы так, скажете вы. А ведь только один шаг остался. Символично, что под этой картой Москвы прошли переговоры шведских фирм «Митап» и «Тимбора» с представителями «Мосстройкомитета». Об организации производства в Москве по шведской технологии жилых домов. Обращаю ваше внимание, не дачных или садовых, а жилых домов. В договоре есть пункт о неразглашении условий. Поэтому могу сказать только, что советский персонал, рабочие, будут обучаться в Швеции. Необходимо организовать банк для оказания кредитной помощи нашим людям для приобретения жилых домов. Мы хотели бы доказать, что шведские дома с изоляцией высокого качества и по стандарту подходят для рынка, как в вашей стране, так и в Скандинавии. Мы рассчитываем на сотрудничество в будущем. В наших переговорах есть и нюансы. Те документы, которые мы подписали, должны быть еще одобрены правлением компании «Тимбора» в Швеции. Я считаю, что у нас есть великолепное место, Серебряный Бор, где очень много у нас сегодня домиков и домов, которые не совсем годные для жилья, для тех же дач, которые там есть, ведомственные и так далее. Я бы считал, что эти дома вполне могут быть для советских иностранных жителей, если их построить быстро, качественно, в те сроки, которые мы надеемся. Кроме этого, есть еще много мест, хотя бы возьмем Бутово сегодня. Там идет разговор о том, что люди хотели бы иметь индивидуальное жилище. Странная есть закономерность. У любого хорошего дела на пути всегда много сложностей. Но хотелось бы, чтобы этому проекту и Московский совет, и стройкомитет придали особое значение и открыли зеленую улицу. Ведь можно много рассуждать о градостроительстве, а можно уже в этом году дать семьям дома. В Швейце смотрели, в течение недели возводится такой дом на 150 квадратных метров. Великолепный дом. Хотелось бы, чтобы наши люди тоже жили в таких домах. И с такой скоростью? И с такой скоростью. Естественно. Проблема отдыха сейчас очень остро встала для каждого из нас. Из-за политической обстановки многие отложили поездки на Кавказ и в Прибалтику. Часть санаторий и домов отдыха отдана жителям пострадавших районов Чернобыль, Армении. Сложно стало и с туристскими поездками в страны Восточной Европы. А есть ли у нас резервы для отдыха? Сегодня, в День работников морского и речного флота, наш корреспондент Олег Бобин побывал у речников в Химках. Более 90% перевозок на внутренних водных путях в стране осуществляют речники России. Здесь есть такие знаменитые маршруты, которым уже более 100 лет, как, например, Нижний Новгород, Астрахань. Билеты на них раскупаются до конца навигации еще зимой. И можно ли организовать дополнительные рейсы сейчас? Оказалось, в условиях хозрасчета можно. Только в течение мая и июня месяца дополнительно воспользовались нашими судами где-то порядка 170 тысяч человек. Это сделано за счет использования судов с транспортных линий. Они были задействованы на коротких маршрутах. Короткие это в том смысле, что где-то продолжительностью 3-7 суток. Так теплоход Некрасов совершил уже 13 рейсов Москва-Плес, Москва-Углич. Организовали этот тур кооперативы. И не только на Волге, и на Каме, Оби, Лене, Амуре, Ладоге, Онеге тоже задействовали флот. Повсеместно стали использовать пассажирские теплоходы и на однодневные прогулочные поездки в места отдыха. Обещают речники к концу лета и грибные рейсы. Поездка на теплоходе – увлекательное путешествие, позволяющее ознакомиться со многими достопримечательностями и увидеть прекрасные речные пейзажи. Эти слова из рекламного проспекта Минречплота мы не берем под сомнение, а подтверждаем и завидуем тем, кто достал сегодня билет, например, на теплоход Федор Достоевский. Сегодня в Мурманске завершились десятые дни Северного Калотта. Так наши соседи в Скандинавии называют полярные районы Северного полушария. В нынешних дьях мира крупных северных регионов четырех стран – СССР, Финляндии, Швеции, Норвегии – приняло участие более 400 представителей. Среди них активисты различных общественных движений и организаций, официальные делегации, породненные с Мурманской областью, губернии. И около 10 делегаций городов по противу Мурманска, Кандалакши, Колы, Апатита. Специалисты и представители экологических организаций – бизнесмены. Особенность нынешней встречи на Кольском полуострове в том, что на первый план, наряду с вопросами безопасности на Севере Европы, выходил экологический вопрос. Интерес к этой проблеме был значительным. И эта секция, а их всего было шесть, была самой представительной. И она прошла в жарких дискуссиях. А темы – охрана окружающей среды в регионе Севера и морская экология, омывающая регион морей. Кстати, докладчики и Швеции, и Норвегии были очень обеспокоены тем, какой урон наносят их природе комбинаты Печенганикель и Североникель, расположенные на Кольском полуострове. В своих выступлениях они не только критиковали, но и предлагали конкретную помощь. В обсуждении этих проблем приняли все желающие. Но это в основном были иностранцы. А вот представителей этих гигантов, цветной металлургии Мурманской области, на этом форуме не было. А ведь им было что послушать и высказать, как же они все-таки собираются решать проблемы с загрязнением окружающей среды. На улицах Мурманска состоялся экологический митинг. Конечно, была интересна культурная программа, выступления самодеятельных артистов, выставки художников, джазовый фестиваль. И так дни мира закончились. И самый главный их итог – то, что они позволили общаться друг с другом простым людям. Переходим к сообщениям из-за рубежа. Вступил в силу договор между двумя германскими государствами о создании валютного, экономического и социального союза. С сегодняшнего дня на их территориях только одна валюта – западно-германской марка. Экономика ГДР постепенно будет вливаться в мощную экономику богатого соседа. Судя по всему, две страны вплотную подходят и к политическому объединению. Однако несколько по-разному видятся самые последние события из Берлина и Бонна. Общее настроение сегодня в ГДР и в Берлине скорее приподнято растерянное. Если часть населения и прежде всего молодежь с восторгом встречает приход западной марки, то те, кто постарше, с грустью и озабоченностью провожают социализм. Ситуация действительно исторически уникальная. Миллионы граждан целого государства, проснувшись утром, оказались, образно говоря, без средств к существованию и устремились к банкам и сберкассам, чтобы получить новые деньги марки ФРГ. Самые нетерпеливые, отстояв в очереди по семь часов, смогли это сделать уже в полночь, когда открылась центральная сберкасса на Александр-Пляц. Там к этому часу собралось уже более 10 тысяч человек и в давке 13 получили травмы. Но это единственный случай, в остальном же все отлично организовано, как говорится, с немецкой пунктуальностью. Новые деньги в количестве 25 миллиардов марок были завезены заранее и хранились в специальном, самом большом в Европе, по площади 8 тысяч квадратных метров, сейфе, который находится в Доме парламентариев. Оттуда они накануне и сегодня утром на специальных машинах с охраной развозились в обменные пункты. Всего их 10 тысяч. Для работы в них, кроме сотрудников ГДР, приглашены 30 тысяч коллег из ФРГ. Поэтому уникальная финансовая операция проходит успешно и четко, что дает людям возможность сразу после очереди в банке осмотреть витрины и сравнить возможности с желаниями. В магазинах огромное количество новых товаров. Кстати, то, как прошла смена декораций и товаров, также поражает. Еще одно важное событие сегодняшнего дня – отмена всех видов персонального контроля на внутригерманской границе. Берлин снова стал полностью единым. Почувствовали это и мы, объезжая затор, не заметили, как оказались в западной части города. Итак, граница между 30 июня и 1 июля 1990 года стала исторической чертой в судьбе пока еще двух германских государств. Вступление в силу с сегодняшнего дня государственного договора между ГДР и ФРГ означает первый и очень важный шаг к объединению двух стран. Что принесет этот шаг, покажет время. Исторический день – день, когда пришла немецкая марка. В отличие от ГДР, ФРГ встречен в спокойном ожидании. Банки и биржи закрыты, откроются только завтра. Куда больше людей волновал исход воскресного футбольного матча ФРГ-ЧСФР. Отгремели политические баталии вокруг Валютного Союза. Все знают, что начинается практическая работа по созданию в ГДР. Кое-кто говорит уже в бывшей ГДР такого же высокого уровня жизни, как и здесь. Я бы не стал преувеличивать значение того факта, что подавляющее большинство западных немцев за объединение, но почти такое же большинство против финансовой поддержки бедным родственникам на Востоке. Госдоговор для дисциплинированных немцев – непреложный закон, который в личном плане не обязательно одобрять, но выполнять придется до буквы. К тому же бедные родственники, как здесь надеются, вскоре покажут, что при правильной постановке дела они ничуть не хуже немцев западных. И не желают висеть у них на шее. С облегчением тут воспринято официальное сообщение, что с сегодняшнего дня граждане ГДР, желающие переселиться в ФРГ, никакой особой государственной помощи получать не будут. И уравниваются в этом отношении в правах с бундесбюргерами. Что же дальше? Сейчас на рынке в центре две проблемы. Каким образом быстрее свершить государственно-политическое присоединение ГДР, и где будет в столице? Предлагается такая выборная модель, которая практически отсечет партии ГДР, кроме христианской и социал-демократической, от будущего общегарманского парламента. А Бону уверенно начали предрекать роль того Мавра, который свое дело сделал и может уходить. Думают тут о дальнейшей помощи с участием других западных стран в больной советской экономике. Ожидается, что Коль привезет в Москву 15 июля позитивное решение Запада по этому вопросу. Наступают новые времена не только для немцев, но и для нас. Несмотря на многие проблемы, оснований для пессимизма, думаю, нет. Нельсон Мандела завершил свой 12-дневный визит в Соединенные Штаты Америки выступлением на массовом митинге в Калифорнии, на котором собралось около 80 тысяч человек. Сегодня же Нельсон Мандела прибыл в Ирландию, где проведет два дня. Президент Замбии Кеннет Каунде заявил, что правительство его страны будет вынуждено в ближайшее время сурово наказывать лиц, покушающихся на главу государства и законное правительство. Напомним, что в последние дни в Лусаке в ходе волнений погибли по меньшей мере 25 человек. В городе до сих пор действует комендантский час. В Нью-Йорке проходит суд над Эмельдой Маркос, вдовой бывшего президента Филиппин. Ей предъявлено обвинение в различных финансовых преступлениях и грозит тюремной заключении сроком до 50 лет. В Сан-Франциско состоялся международный конгресс по СПИДу, заболеванию, которое называют чумой 20 века. Эпидемия СПИДа растет практически во всех странах мира. И, по мнению ученых, сегодня он представляет одну из главных угроз для человечества. По-видимому, в такое уж время мы живем, что любая проблема становится проблемой политической. И в Сан-Франциско в дни конгресса бушевали демонстрации. Участвовали те, кого считают группами риска. Люди, инфицированные вирусом ВИЧ. Они требовали возможности свободной миграции, требовали допустить их в зал конгресса. Дело доходило до экстремистских выступлений. Понятно присутствие полиции, в том числе и конные, охранявшие работу ученых. СПИД все-таки проблема прежде всего научная и медицинская. И решать ее тем, кто работает в лабораториях и клиниках. Проблемы СПИДа волнуют сейчас весь мир, без преувеличения. Но здесь, в Калифорнии, интерес к ним особенно высок. Первый больной, заболевший СПИДом, именно здесь. Речь идет и о профилактике, и о диагностике, и о подходах к методам лечения. Были очень интересные сообщения. В частности, сообщения о смешанных инфекциях, о роли вируса и микоплазмы в развитии синдрома приобретенного иммунодефицита, то, что мы называем СПИД. Здесь довольно много представлено материалов по глубокому изучению структуры вируса. Пожалуй, самым институционным сообщением было наше. Установлен новый механизм передачи вируса от ребенка, кормящей матери. И это был вызван очень живой интерес. На фоне других стран, все-таки Советский Союз в отношении СПИДа выглядит более благополучно. Какова сейчас объективная картина? Пока благополучно. К сожалению, наши прогнозы подтверждаются. И, в общем, эпидемический процесс идет, как мы и предполагали. И любая цифра, которую я называю, она тоже устаревает, потому что идет все время выявление новых и новых инфицированных лиц. Число инфицированных у нас превысило 500-512 человек. Но пока мы вернемся, когда мы вернемся в Москву, я уверен, цифра будет другая. По нашим прогнозам, к концу года будет порядка полутора тысяч инфицированных. Победить СПИД, так же, как и, наверное, любую другую инфекционную болезнь, можно только общими усилиями. Только интеграция усилий может обеспечить сейчас эффективность противоэпидемической работы. Иранский дневник. Репортаж нашего корреспондента. Эта аппаратура, как и все снаряжение отряда, дар германского Красного Креста, способна уловить под толщей грунта даже биение сердца. Есть, кажется, снова надежда и снова не то. Впрочем, все-таки жизнь спасенная. Мы бы еще более эффективно работали, если бы нас впустили сюда в первый ежедневник после катастрофы. Мы о катастрофах узнаем очень поздно. И узнаем из информационных программ, скажем, по маяку или по времени. Это очень поздно. Поэтому надо, чтобы обязательно мы были включены в какую-то вот такую оперативную связь, чтобы у нас в отряде существовал бы не только телефон, но и были более современные средства связи. Если у спасателей и не только у наших работа в силу самых разных причин об этом разговор особый оказалась не столь эффективной, то у врачей ее было, как говорят, не в проворот. И в лагере, где уже с утра выстраивалась очередь пациентов, и в дальних горных селениях, куда добирались наши медики, зачастую самыми первыми. Забираемся мы в далекие села. Практически это даже не село, а маленькое поселение, конечно. Семьи здесь большие, детей много. Конечно, здесь много работы с женщинами, с детьми. Признайтесь, мало кто из вас слышал о Суринаме. Редко туда заезжают наши журналисты. Тем не менее, это небольшое государство на Атлантическом побережье Южной Америки имеет за плечами трудную историю и нелегкую судьбу. Сегодня народ Суринама отмечает свой национальный праздник – День Единства. Как же он живет нынче, этот маленький, незнакомый Суринам? За внешним благоденствием Суринамской столицы и Парамариба, относительным изобилием ее магазинов и торговых рядов, баснословная девальвация местной валюты Гульдина, выражающаяся в неимоверно звенченных ценах. Угрожающе растет безработица, обездолившая уже треть населения страны. В таком кризисе экономики, усугубляемом вооруженными этническими конфликтами, кое-кто здесь уже видит чуть ли не наказание Божие за прежние годы сытости и беспечности Суринама. Действительно, 15 лет назад, получая долгожданную свободу после трех веков колониальной зависимости от Нидерландов, молодая республика имела один из самых высоких жизненных уровней на всем южноамериканском континенте. Но с приходом к власти военных во главе с подполковником Дэзи Боутерсе, Голландия приостановила выплату полутора миллиардов долларов, которую она обязалась выдать Суринаму в качестве компенсации за годы колониальной эксплуатации. Последствия тоталитарного военного режима, хотя и преследовавшего прогрессивные цели, были плачевными. За семь лет их правления на миллиард гульдинов снизился национальный доход, в пятеро упали капиталовложения в промышленность. Наше гражданское правительство, пришедшее к власти два года назад в результате всеобщих выборов, говорит президент республики Суринам, Рамсывак Шанкар, унаследовало от прежнего военного руководства братоубийственную гражданскую войну, которая уже четыре года сотрясает страну. И мы прилагаем сейчас все усилия для урегулирования конфликта. Нами разработана многоцелевая программа экономического развития Суринама, которая, как мы полагаем, позволит вывести страну из кризиса. Но для реализации ее также необходимо национальное единство. Конечно, нам не обойтись без финансовой помощи из-за рубежа, в том числе и без выплаты обещанной нам компенсации со стороны бывшей митрополии Голландии, без привлечения иностранных монополий в освоении наших природных богатств. Еще один советский самолет был угнан в Швецию. 19-летний ленинградский студент Дмитрий Семенов заставил экипаж Ту-154, выполнявшего рейс Львов-Ленинград, изменить курсы и совершить посадку в Стокгольмском аэропорту. В настоящее время самолет уже вернулся на родину. Шведские власти ведут расследование. Мы уже рассказывали о необычайно жаркой погоде, установившейся в Калифорнии. Она стала причиной лесных пожаров и даже гибели людей. Президент США Джордж Буш объявил два из шести округов Южной Калифорнии зоной бедствия. Более ста тысяч зрителей взорвались аплодисментами после того, как Пол Маккартни открыл большой благотворительный концерт на одной из площадок Лондона. В этом грандиозном шоу помимо Пола приняли участие такие известные музыканты, как Элтон Джон, Фил Коллинз, Роберт Плант, Эрик Клэптон и группа Pink Floyd. Вырученные деньги, а их немало, 10,5 миллионов долларов, пойдут в фонд помощи детям-инвалидам. Сегодня из аэропорта Минск-2 поднялся воздух самолет, который взял курс на Испанию. Он доставит в эту страну на отдых и оздоровление первую группу белорусских детей, пострадавших от аварии в Чернобыле. Сто мальчиков и девочек. Это дети социально незащищенные, сироты из детских домов и интернатов, из многодетных и малообеспеченных семей. В Испании они пробудут 30 дней. Первые две недели будут жить в скаутских палаточных городках, которые разместились в живописных местах на берегах рек и озер. На две другие недели белорусских ребят примут к себе на жительство испанские семьи. Сегодня же поздно вечером из столицы Белоруссии вылетает на Кубу самолет, который возьмет на свой борт уже 300 детей. И в последующие дни в расписании Минского аэропорта намечены рейсы за рубеж. 15 зарубежных стран откликнулись на просьбу принять на лето детей из районов пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Каких только новых общественных формирований не появилось у нас в стране за последнее время. Вот еще пришло сообщение. Создан Волгоградский округ донских казаков. От тех казаков, вольных военных людей, добровольно избравших для себя судьбу защитников Родины, остались сегодня только легенды да песни. И кочуют они с поколения в поколение, тревожат душу, волнуя сердце. И как память о былом, этот музей-усадьба зажиточной казачьей семьи словно образ русского фермерского дома, которому мы вновь пытаемся вернуть теперь наше разоренное крестьянство. С 70 с лишним лет мы старались вытравить из людей их обычаи, сложившийся житейский уклад, старались навязать им придуманные нормы и правила. Не прошло. И вот уже новые выходцы из казачьих семей собрались в Волгограде на свой традиционный круг. Сегодня это писатели, ученые, специалисты, партийные советские работники. Среди основных задач, которые поставили перед собой члены округа, не только создание музеев, памятников, но и помощь природе Донского края, содействие казакам-хлеборобам в получении земельного надела для ведения своего хозяйства. Это связи с зарубежными соотечественниками и переговоры с ними о возвращении в родные места. Казачий круг избрал атамана. Им стал Александр Алексеевич Бирюков, генеральный директор объединения Волгоград-Быт. Скажите, как вас теперь называть? Господин атаман, товарищ атаман или как-нибудь по-другому? Нет, я думаю, что только товарищ атаман. Потому что мы создались как организации для того, чтобы этим товарищам решать наши общие вопросы. Ну, у нас впереди очень много работы. И желаний у людей много. По крайней мере, предложения все продолжают и продолжают поступать, в каком направлении работают. Я думаю, что мы вот на этом малом круге и должны выбрать эти конкретные направления с тем, чтобы все почувствовали, что эта общественная организация создана для дела и не напрасно. Памяти товарища. Ушел из жизни наш товарищ. Специальный корреспондент молодежной редакции Владимир Соловьев. Для многих советских телезрителей его имя неразрывно связано с научно-популярной программой «Это вы можете». Он был другом многих изобретателей. Талантливый журналист, человек редчайшего обаяния. Владимир Соловьев навсегда останется в нашей памяти. Тревожная взрывоопасная обстановка сложилась в эти дни на пограничном переходе Брест. Так выглядит на нашей западной границе летний туристский сезон. А если точнее, частный туризм. Страсть к путешествиям во всех странах, но только там у них этому радуются. У нас, при нашей нищей экономике, человеческое общение принимает вот такие, к сожалению, далеко не лучшие формы. И когда мы подходили к людям, снимая их неустройство, видели усталые, раздосадованные лица, больных детей, не выдержавших такой дороги. И нам, журналистам, было очень не по себе, потому что, увидев кинокамеру, люди или отворачивались, или с горечью говорили, вроде как упрекали. Сколько же можно снимать и писать об этом? Ведь никакого результата. Что, на ваш взгляд, надо предпринять, чтобы не унижалось достоинство государственной границы и не портить настроение всем этим людям, в том числе нашим гостям из-за рубежа? Все это случилось, на мой взгляд, потому, что часть планируемых пунктов пропуска не открыты своевременно. Начало зарейского сезона. Часть, да. Часть закрылась, к примеру, ладзияй, в результате чего вся Прибалтика, Украина, Белоруссия, да и значительная часть России пошла на КВП Брест. В связи с этим, мне кажется, для того, чтобы эту проблему решить, надо немедленно открывать планируемые пункты пропуска. На сегодняшний день, в этом году, получили 150 дополнительно единиц штатной численности. Они еще не заработали, но они, как говорится, в самое ближайшее время заработают. Но, к сожалению, наши соседи, уважаемые пограничники, пока такой поддержки не получили со стороны своего командования, а посему, работая синхронно, работая в одной увязке, мы окажемся практически, так сказать, без результата действенного. Поэтому, я считаю, для того, чтобы разродить сегодняшнюю ситуацию, нужно увеличивать параллельность таможенная служба и пограничную службу. Еще один полуфиналист чемпионата мира, третий, определился. Сборная ФРГ. Рискну заявить, что команда Чехословакии сегодня в Милане практически не имела шансов на победу. В первую очередь, потому что футболисты ЧСФР очень сильно уступали своим соперникам физической подготовки, особенно в быстроте. И когда Клинсман включил, как автомобиль Мерседес, пятую скорость, остановить его защитники смогли, только нарушив правила. Пенальти был справедлив и реализован блестящим лотером Матеусом, забившим свой четвертый мяч на мировом первенстве. Счет мог быть и значительно большим в пользу западногерманской команды. Только в двух похожих эпизодах защитник Гашек спасал свою команду, правильно выбрав позицию у левой стойки ворот. И все же, когда соперники остались десятером, футболисты ФРГ несколько расслабились, за что могли поплатиться. Но судьбе сегодня было угодно, чтобы победил истинно сильнейший. Осталось узнать только одного полуфиналиста и выбор, как говорится, из двух. По мнению многих, лучшие шансы имеют англичане. Вы видите фрагмент их заключительной тренировки, где особое внимание привлекал вороталь Шилтон. Он опытен, надежен и, имея такой тыл, нападающие полузащитники сборной Англии могут по-хозяйски атаковать ворота команды Камеруна, которая в нынешнем первенстве откровенно исповедует игру от обороны. Но камерунцы, которые уже перевыполнили программу «Максимум», готовы дерзнуть. И вновь в центре пересудов вот уже несколько дней их черный бриллиант Роже Милла. Ходили слухи, что он получил травму на тренировке, но думается, это была дезинформация специально с целью поддразнить соперника. Итак, три полуфиналиста известны. В Неаполе 3 июля встретятся команды Италии и Аргентины, а в Турине 4-го команда ФРГ сыграет с победителем матча Камеруа-Англия. Репортаж об этой встрече в 22 часа 45 минут. Шахматы. После трех туров международного соревнования чемпионата мира в Маниле лидером с тремя очками стал придрак Николич из Югославии. Он выиграл у Михаила Гуревича. На пол очка от Николича отстают Гельфанд, Латье, Адамс и Георгеев. Впереди еще 10 туров. Стартовала самая престижная в мире многодневная велогонка Тур-де-Франс. В прологии ее индивидуальной гонки на 6,3 километра главные роли отводились лидерам профессиональных команд-участниц, и они ожиданий не обманули. Терри-Мари. Француз из команды Кастарама оказался быстрейшим, развив на шоссе среднюю скорость выше 48 километров в час. В центре внимания французского Террини, естественно, были претенденты Джани Буньо, выигравший гонку в Италии, и прежний победитель этого суперсостязания. Испанец Педро Дель Гадо. Он проиграл победителю 24 секунды. Француз Лоран Финьон, жаждущий реванша за поражение год назад. В прологии он стал 15-м, проиграв 19 секунд. Кстати, замечу, Вячеслав Якимов опередил заметного Финьона на 6 секунд и занял 6-е место. Последним на дистанцию ходил американец Грег Лемонт, прошлогодний победитель тура, и он чуть было не победил, но все же скоростной выносливости чуть-чуть не хватило. Он второй. Дмитрий Конышев, лучший из дебютантов Альфа-Люм, занял 81-е место. Сегодня сразу два этапа. На первом уехала четверка гонщиков, опередив группу на 10 с половиной минут, и на финише лучшим был голландец Маасен, а желтую майку взял канадец Стив Бауэр. Затем командная гонка в горах, которую выиграл голландский коллектив «Панасоник», в чем составе едет Вячеслав Якимов. Впереди гонщиков еще более 3000 километров, так что все не раз может измениться. Но имблдонском теннисном турнире Наталья Зверева вышла в четвертый круг, победив американку Грехен Мейджорс. В четвертьфинале ее соперницы будет аргентинка Габриэла Саботини. И в парном разряде Зверева вместе с Ларисой Сапченко прошли в третий круг. По сведениям гидрометцентра СССР, на завтра, 2 июля, температура воздуха в центральном и центрально-черноземном районах будет 22-28 градусов. На Украине кратковременные дожди местами град, температура 23-29. В Молдавии от 30 до 34 градусов выше нуля. В Белоруссии кратковременные дожди, грозы 22-27. В Эстонии 21-26. В Латвии временами дождь, гроза 18-23 градуса. В Литве 20-25. Кратковременные дожди. В Ленинграде 25-27 градусов. В Москве преимущественно без осадков. Ночью температура 13-15, днем 25-27 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok